Про самый громкий судебный процесс Вини-вини Студок Я вам хочу показать, где мы приносим жертвоприношение Чем уникальна конкретно эта экспозиция Именно здесь мы можем видеть рожки Вы совершенно другой контекст Контект Я совершенно другой контекст Сегодня мы с вами снимем проходочку Не про вот эти традиционные элементы, про которые я всегда рассказываю Видите, наши любимые петельки, бывшие конюшни и так далее Про то, что я уже давным-давно хотел рассказать именно в форме экскурсии Но все никак у меня не получалось Про самый громкий судебный процесс 19 века Российской империи И я думаю, что если бы не там Дело Дрейфуса Это вообще бы был один из самых известных Процессов И 19-го, и 20-го века Во всем мире Речь идет про суд Над Верой Засулыч Который проходил Там, где мы сейчас, собственно, с вами окажемся Потому что мы выходим на шпалерную улицу И на этой шпалерной улице Располагается заведение Которая выглядит вот таким образом Ну, есть понятие КПЗ Камера предварительного заключения А есть понятие Спасибо Правительственный, так сказать, велосипед проехал Ну, это правительственная трасса Потому что если ехать туда Есть там Смольный Ну, и, в общем-то, в советские времена Здесь вот ездили Волги И все такое прочее А это ДПЗ Дом предварительного заключения В народе шпалерка Или предвариловка Но на самом деле ее можно было бы назвать И Захарьевкой Потому что она одним корпусом выходит сюда Вторым корпусом выходит на ту сторону Образить внимание, что архитектура вообще этого здания Она не шибко-то предполагает характер пенитенциарной системы Это вполне мог бы быть доходный дом Или какое-то правительственное учреждение Но, в принципе, это и есть правительственное учреждение Вот через эти ворота сюда завозили и увозили многих Кто здесь пребывал Например, отсюда именно вывезли первомартовцев Ну, и кто здесь только не сиживал Ну, например, Владимир Ильич Ленин Личной персоной здесь был Очень многие народовольцы Борис Викторович Савенков Руководитель боевой организации СССР В советское время тут была, например, Ольга Бергольц Даниил Хармс Даже маршал Рокоссовский здесь Тоже пребывал А почему эта тюрьма была построена на этом месте? Потому что вот здесь, там, где находится сейчас большой дом Литийный дом 4 Располагался окружной суд Заведение, которое в Российской империи выполняло функцию порой не только судебную, но и, как это ни парадоксально звучит, развлекательную Потому что на тот момент вы не могли устраивать никаких публичных политических дебатов Вы не могли создавать никакие политические партии Вообще вы не могли в публичном пространстве обсуждать политику, особенно в форме, ну, то, что сейчас называется «версус» Единственное место, где вы могли увидеть что-то подобное, это были театральные подмостки Новые, естественно, в завуалированном виде, если цензура пропускала какие-то пьесы И поэтому после того, как была в 64-м году произведена судебная реформа В рамках всех остальных реформ, получивших название «Великие реформы Александра Второго» Появилось такое явление, как суд присяжных То есть это 12 человек, взятых, ну, не буквально, конечно, с улицы, но по факту с улицы, да Представители народа и состязательная часть То есть есть обвинительная часть со стороны прокуратуры Есть защитительная часть со стороны адвокатуры и присяжных поверенных И вот судебные процессы вызывали просто шквал интересов Доходило до того, что на них, например, даже нужно было доставать билеты Ну, их не продавали, правда, да, но достать их было очень сложно И вот на этот самый главный процесс засулить билеты были достаточно очень сложные Значит, вот в этой предвариловке сидели, например, Андрей Желябов И есть вот книга из серии ЖЗЛ про него, откуда я черпаю определенные данные И Софья Львовна Перовская тоже ходила сюда, к народовольству Тихомирову Льву Тихомирову, который потом стал ренегатом и переметнулся в правительственное лагерь И она даже... они заключили такой договор, что она объявит себя его невестой Потому что это давало право на встречу с ними Более того, они даже планировали потом пожениться Но в итоге гражданским мужем стал Андрей Желябов Значит, там внутри есть двор Вообще, как это все выглядело, я вам сейчас подставлю И самое время вообще рассказать, при поддержке какого замечательного проекта снят этот выпуск Открытый город – это совместный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры И комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Здесь не проводят экскурсии по общедоступным местам Санкт-Петербурга Открывают двери самых красивых особняков, шикарных дворцов, знаменитых усадеб Знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения Чтобы вы понимали масштаб, ежегодно в событиях проекта принимают участие более 23 тысяч петербургцев И посещать их могут любые граждане России, зарегистрированные на сайте проекта И в этом видео вас ждет сюрприз, потому что мы с вами окажемся в уникальном музее Который вам доступен через открытый город Ну а сейчас, как и обещал, несколько архивных иллюстраций дома предварительного заключения Вот здесь мы как раз видим с левой стороны шпалерку, предвариловку А с правой стороны корпус окружного суда Это фото сделано с шпалерной улицы Далее идет внутренний двор, еще не перегороженный, со смотрителями Которых вы можете опознать по таким длинным палкам Ну и по остальным фотографиям может сложиться впечатление, что это внутренний двор какого-нибудь санатория Или пионерского лагеря для спортсменов, но нет Внутренняя планировка поэтажная, которая показывает расположение камер Ну и, соответственно, зонирование Это висячие галереи второго, третьего и четвертого этажей Мужском отделении одиночного заключения по Захаревской улице Это все то же самое, только вид уже со стороны здания окружного суда То есть корпус, примыкавший непосредственно к зданию, которое выходит на Литейный проспект Это они же с другого ракурса Это вид из коридоров с одиночными камерами Только уже на пятом и шестом этаже Мужском отделении со стороны Захаревской улицы Вид мужского отделения дневного пребывания заключенных А это вид части помещения классной комнаты Для несовершеннолетних в мужском отделении общего заключения В тюрьме должен был лазарет И вот он, пожалуйста, с несколькими койками Это камера для ночного пребывания заключенных Так выглядит дверь одиночной камеры номер 223 А это внутренний вид одиночной камеры Обратите внимание на элемент в правом нижнем дальнем углу О нем пойдет речь, когда я буду рассказывать про Андрея Желябова Место главного надзирателя около висячей галереи В мужском отделении одиночного заключения Вид галереи с одиночными камерами в женском отделении В таком заведении должна быть ведомственная церковь И, пожалуйста, вот она в доме предварительного заключения Это хоры для женщин и места на одиночных арестантов В церкви дома предварительного заключения А это, вы не поверите, ванная комната для мытья Тюремная общая кухня А это отдельная кухня для лазарета С левой стороны находится дровяная печь И, забегая вперед, опять-таки, мы с вами сегодня увидим Две совершенно умопомрачительные изразцовые печи Так вот, вот этот внутренний двор Его в народе называли утюгами Потому что он был разграфлен на такие небольшие дворики Предполагавшие прогулки Ну, а прогулки одиночные Чтобы заключенные не могли между собой переговариваться Вообще, по фотографиям вы могли видеть, что Эта тюрьма была на тот момент самой прогрессивной В Российской империи Она, естественно, строилась поликалом европейским и американским И интересно, что на 300 с чем-то камер для мужчин Было только 300 с чем-то камер для женщин То есть правительство не предполагало Такого массового исхода девушек и женщин Из обывательского мира в революцию Но, тем не менее, это произошло И почему это произошло, мы с вами чуть-чуть поговорим И вот эти вот утюги, которые там были Они на самом деле не всегда служили для одиночных прогулок И сначала здесь проходили ряд громких процессов Но самый из них был процесс 193 Ему предшествовал процесс 50 Но тот процесс 50 проходил в особом присутствии Сената И в этой связи как раз Анатолий Федорович Коне К воспоминаниям которого я сегодня буду постоянно прибегать Вообще, Вера Засулич оставила свои воспоминания Коня оставил свои воспоминания И в принципе уже этого достаточно, чтобы хотя бы в двух словах Описать фактуру этого процесса Тем более, что мы видим это все с нескольких сторон Ну и плюс, конечно же, есть воспоминания других свидетелей этого события Для чего мы перешли на эту сторону? Для того, чтобы, поскольку все-таки я еще занимаюсь бытоописанием эпохи 90-х Мы сейчас вот развернемся, посмотрим на большой дом с этой стороны И мы увидим здесь кадры из сериала «Улицы разбитых фонарей» Который я вам подставлю, где Казанова встречается как раз-таки с работником Структур, располагавшихся и до сих пор располагающихся в этом здании За оперативность не отвечаю У нас этого хлама по всему городу, знаешь сколько? Без сопроводилов и без отношений Будет тебе отношение и сопроводилов Да я не про то, не про то Когда тебе позвонить? Меня через три, давай Ну то есть это точно так же, как Чилищев, прокурор, встречался возле станции метро Горьковская С представителями, представителем Министерства внутренних дел Для того, чтобы обмениваться информацией между ведомствами Это не поощрялось, но если это делать аккуратно, на это закрывалось глаза Так вот, Кони описывает интересный эпизод К нему подошел сенатор И сказал, что делать, будет процесс 50-ти, а судить их практически не на что И Кони говорит, ну так вы их отпустите Говорит, смешно сказать Нет, я к вам пришел за советом, что нам делать Говорит, так а я вам серьезно надею, говорю, если их не за что судить, так отпустите, раз они виновны Тот говорит, нет, ну что вы на этом издеваетесь, да Посоветуйте что-нибудь дельное Ну Кони разозлился, сказал, ну слушайте, ну может судебная система, да Почему вы меня спрашиваете? Говорит, ну я спрашиваю, потому что будет недоволен Ну и Кони намекнул, кто? Царь был Причем это царь? Палин Палин был министром юстиции, кстати, непосредственно начальника натории подорожа Чикони Дело в том, что в тот момент происходил массовый заход в народ Это так называлось хождение народ, когда разночинцы, студенты, ну вообще в массе своей Пассионарная молодежь шла в деревню агитировать крестьян Надо сказать, что не всегда у них это получалось А если быть точнее, практически никогда не получалось И в общем-то мы даже, зная по произведениям Льва Николаевича Толстого Которому я посвящу несколько выпусков из серии классики без соплей Вот по роману «Воскресенье», где Дмитрий Нехлюдов пытается отдать землю крестьянам И это на самом деле рефлексии самого Толстого, потому что в 50-х годах точно так же предпринимал попытки как-то крестьян наделить землей И мы видим, что крестьяне на самом деле, ну, не с большой охотой на это идут И более того, там начинается проблема в том, как эту землю поделить Потому что если отдашь все поровну, ну, сильные просто выкупят у слабых И будет точно так же эксплуатация, только теперь уже кулаками или там купцами Или всеми теми, кто эту землю скупит И в результате хватали неимоверное количество людей Их там доходило до 4 тысяч Их посажали все в различные тюрьмы И вот до суда дошли 193 И когда этих 193 людей судили, выяснилось, что большинство из них просто выпустили прямо из зала суда Потому что даже если их приговаривали каким-то сроком, там, типа, 3 месяца, год Выяснилось, что они это уже отсидели Ну, так, например, Андрей Желябов вышел вот из этих стен совершенно спокойно на свободу Потому что те несколько месяцев, которым он был приговорен, он уже здесь провел И после этого суда, на самом деле, началось очень такое активное брожение в молодежной среде Плюс эти суды, мы сюда идем, использовали для того, чтобы делать громкие заявления Так вот, например, на процессе 50-ти Софья Бардина свою знаменитую речь произнесла Где звучали слова о том, что сейчас за вами сила физическая, но за нами сила нравственная И запомните, что это сила идеи, идеи на штыки не улавливаются И вот эта вот фраза, идеи на штыки не улавливаются, она стала крылатая в революционной среде Значит, пару слов про судьбу Веры Засудович Она вообще дворянка из обедневшей семьи Воспитывалась в Москве в таком строгом немецком пансионе женском Сейчас мы еще раз прервемся ненадолго, потому что если мы встанем здесь и развиваемся уже в эту сторону То мы увидим конкретно на этом месте отрывки уже из другого сериала Бандитский Петербург, которая происходит вот на этих ступенях Ну-ка поподробней А, ну в общем, все грамотно, профессионально Прикип постоянно менял То, значит, шляпу на кепку сменит, то шарф яркий вокруг шейба Это та серия, где они выпасают киллера В этом пансионе были нравы такие, что тебя могли за непослушание выдрать закосу Закосы Могли, ну, реально там отшлепать Основной акцент там делался на изучение языков А на все остальное внимание не обращалось Но уже в нем она познакомилась с другими девушками, которые тогда занимались устроением переплетных мастерских А потом, когда она вышла, то есть отучилась, она сошла с ними более близко Значит, я хочу вам напомнить про вот эту идею переплетных, вообще устроения вот этих вот организаций Там, сапожных мастерских, переплетных мастерских Во-первых, почему переплетные мастерские? Переплетные мастерские, потому что книги некоторые, не все, но некоторые, а особенно большие журналы Они выпускались без обложек И вы эти обложки делали самостоятельно И это стоило денег Ну, а во-вторых, на основе идеи Чернышевского, который говорил, что надо организовывать такие предприятия И деньги распределять поровну среди всех работников и работниц И таким образом вы будете создавать прокуммунистические рабочие очаги Вот на этой волне они этим всем занимались А девушки эти, эти переплетные мастерские, они были организованы кружком ишутинцев Ишутин – это двоюродный брат Каракозова, тот, который в апреле 1966 года в первый раз стрелял в Александра II При выходе его из летнего сада Но тогда Засулись еще не пострадала А потом она через них познакомилась с Нечаевцами И Нечаев, который провернул самый успешный террористический акт Первый успешный террористический акт в Российской империи В парке нынешней Академии Петровско-Разумовского был убит студент Иванов И это нашло потом отражение в романе Беса Федора Ивановича Федора Михайловича Достоевского Нечаев уехал в Европу и чем он занимался? Он писал письма и рассылал их по максимальным количествам адресов Зная прекрасно, что они переиллюстрируются, что эти письма читаются И все, кому он посылал эти письма, они все попадали под пристальное внимание полиции Спасибо Мы сегодня будем ходить по этим дворам На самом деле, это часть моего маршрута, которая начинается с другой стороны Останется с метро Чернышевского Потом идет к дворцу Великой княгини Ольги Александровны И где-то там мы заканчиваем И сегодня я в основном буду говорить про то, что я буду говорить Не обращая пристальное внимание на, допустим, дома и особняки на улице Чайковского Потому что там каждый дом отдельная история То есть мы не будем говорить ни про особняк Кельха, ни про Кочубеев Ни про клад Нарышкиных и т.д. и т.п Мы сегодня сосредоточимся исключительно на этом Но кое-какие моменты мне хотелось бы вам показать Потому что потом когда-нибудь я сниму, как мы идем по этому маршруту с другой стороны И мы здесь, например, у нас есть не просто проходной двор, а проходная парадная Вот такая вот Ничаев это делал для того, чтобы создать видимость вот такой массовости движения Ну и засулич привлекли по этому делу Ей было 18 лет, когда ее посадили в тюрьму Она провела там два года Толком обвинения ей так и не было предъявлено Ее выпустили Она отправилась, соответственно, попыталась устроиться Я же не помню, кем там Акушерка или народная учительница Это единственный Нет, на Акушерку она, по-моему, пыталась выучиться Но народная учительница она уже выучилась Короче, ее сослали в другое место И вот у нее, на самом деле, до 1878 года Когда случился вот этот выстрел в Трепова У нее была такая кочевая жизнь При том, что она пыталась обрести себя Поскольку я вам хочу вообще напомнить В каком положении находились девушки в Российской империи Допустим, ты выехала в Вену, в Австрию В Сюрих, например В любой город, где есть университет Ты получаешь там высшее образование Почему? Потому что ты здесь не можешь получить высшее образование Поскольку ты девушка И вот правительство издает такой указ Что они увлекаются коммунистическими теориями свободной любви И под покровом фиктивного брака Доводят забвение основных начал нравственности И женского целомудрения до крайних пределов Ну и, в общем, я не буду расшифровывать эту казуистику Но вы понимаете, о чем идет речь Фиктивных браков, обратите внимание Потому что у девушки не было своего собственного паспорта И для того, чтобы получить его, ты должна выйти замуж И поэтому некоторые женились фиктивно Ну, собственно, как и упомянуто мной Перовская Хотела это сделать Стихомировым И тогда у нее уже было право уйти из семьи Уйти из-под опеки отца И, в общем-то, если у тебя брак фиктивный Ты становишься свободной Потому что вы с мужем, вашим будущим фиктивным мужем На пороге договариваетесь об условиях Где тут выход? Надо еще раз нажать Вуаля, мы вышли на улицу Чайковского В советское время Бутовала байка, согласно которой Она названа не в честь Петра Ильича Чайковского Учившегося в училище правоведения А в честь того Чайковского Который организовал кружок Откуда вышли все родовольцы И вот Засулич, когда думала о своей будущности О своей судьбе Она писала, что что угодно я готова сделать Но только не повторить судьбу многих обедневших дворянок Например, ни в коем случае не стать гувернанткой Вот это был просто днище И опять-таки, так уж получилось, что я сейчас читаю Толстого И вот Ваня Каренина, и Стива Облонский Он же чем своей жене доли не угодил? Тем, что он изменил и с гувернанткой Гувернанткой собственных детей Потому что гувернантка многими действительно рассматривалась Как такой предмет для определенной, как тогда говорили, страсти Вот, Засулич это в крае никаким образом не устраивало Значит, далее В двух книжках, которые я... Все, новый формат Я те книги, к которым я прибегаю, покажу вам в конце То есть, такой список литературы будет вам представлен Из серии ЖЗЛ, посвященных Жлябе Уперовской Хочу заметить, это книжки сугубо советские Но даже там отмечается определенный характер того Во что была превращена вот эта самая предвариловка Когда вы... По-моему, нам сюда Нет? Нет, не сюда Ну, значит, раз не сюда, значит, в другое место Главное Не побояться зайти Во-первых, от окна к окну были протянуты, так называемые, кони Что такое кони? Ну, вот в книжке про Перовской, вот сюда Да, точно Сказано о том, что это скрученные Чуть не сказал скатерти Простыни, тянущиеся от окна к окну И через них вы передавали соседу провизию Книжки и так далее В книге про Жлябова сказано, что это просто могли быть шнурки Но, тем не менее, вы заходите вот так вот И по периметру у вас из окна в окно тянутся вот такие Искусственные, значит, средства коммуникации Что, естественно, запрещено Ну, тюрьма не для этого сделана Во-вторых Они Снимали рамы с окон То есть там они оставляли только железные решетки Причем, ну, вот в книге про Жлябова сказано, что он, когда туда заехал Ему сразу же объяснили, как эту раму снять То есть, я не знаю, отвертку, что ли, дали Ну, то есть, как ты можешь выгонять эту раму Это второе Третье Они спокойно Вместе гуляли во дворе И, в общем, Трепов, который тогда был Значит Главным по тарелочкам у нас В городе Лениве Он приехал посмотреть, что там делается Ну, ему, во-первых, сказали, что там у нас санаторий Он когда приехал, он просто ошалел От того, что он увидел То есть, вот В такой клуб по интересам И он туда заходит и видит прогуливающихся парами заключенных Здесь у нас такая дивная площадка Пользуясь случаем, хочу передать Печкину в Сея Руси У нас есть в Петербурге Петр Первый в Сея Руси Ленечка наш Петров А это вот Печкин в Сея Руси У нас с ним была проходка На самом деле видео в московском районе Ну и все остальное Здесь, видите, посвящено этим прекрасным мультфильмам Разошедшимся на цитаты Я вас из фото-ружья щелкну Сейчас бы шарик был бы кем? Вместо блогером Но здесь не только это Здесь вот есть, пожалуйста Вини-вини Стюдок Обратите внимание, что здесь у зайца такие прям бакенбарды По моде 19 века А волк у нас абсолютно в такой гопарской позе Здесь не хватает еще пусечки с сисечкой Который бы сидел И он видит, значит, Боголепова Вообще, но его настоящая фамилия была Емельянов Но он жил по поддельному паспорту По фамилии Боголепов Этот человек, как и многие, заехал туда Вследствие декабрьской демонстрации Получившей название Казанской Это была первая демонстрация политическая В Российской империи Вот у Казанского собора Если смотреть на него прямо там с правой стороны Висеть на мереальная доска Говорящая о том, что там Георгий Валентинович Полиханов Тогда молодой студент политеха Толкнул первую политическую речь Яков Потапов поднял первый раз флаг Красный Чуть-чуть сюда вернемся Их привели, значит, и посадили в эту предвариловку Надо сказать, что в уголовном Вообще ни в каком судебном кодексе Не было статьи за политические демонстрации Потому что до этого их не проводили То есть как их судить было непонятно Более того, этот Емельянов был шафером на свадьбе Василия Львовича Перовского Родного брата Суфи Львовны Перовской То есть там все очень тесно было завязано У них в этих революционных кругах Ну и он снял шапку, естественно, перед начальником А когда Трепов проходил обратно Емельянов-Боголепов логично предположил, что один раз шапку снял, второй раз не надо Трепов это взбесило окончательно бесповоротно Он на него заорал и попытался сбить с него эту шапку А из окон камер Складывалось такое впечатление, что он его ударил Значит, они уже начали бучу в тот момент Вот советские историки пишут, что Некоторые даже умудрялись срывать эти железные решетки с окон Я уж не знаю, но мне кажется, это немножко преувеличение Потому что вот, это второй корпус шпальерки Почему я говорю, что она могла бы называться Захарьевкой Только единственное, что здесь, видите, никакого входа-выхода нет И я вам сейчас подставлю фотографию Как это выглядело Только единственное, что сделана фотография вот оттуда, с того ракурса Но тем не менее И Трепов приказывает Боголепова выпороть Тут есть маленький нюанс Александр II отменил телесное наказание Но они сохранялись в очень узком правовом поле Например, можно было пороть каторжников Но дело в том, что Боголепов Емелянов еще не был ни к чему приговорен И он находился в том статусе, в котором его выпороть не могли Трепов об этом прекрасно знал И прежде чем утвердить свой приказ Он проехался по нескольким высокопоставленным чиновникам Он был министр Лобанова Ростовского Тот его перефутболил к другому Тот к третьему Наконец он приехал Ну он хотел застать Анатолия Федоровича Коня Но тот на ту беду был в Петергофе И поэтому он застал министра юстиции Графа Палина Который сказал, ну конечно же, конечно же, их надо пороть И было даже такое стихотворение Ах надо, так надо Для стара и млада Для этого стада, для стара и млада Лозы вертограда Вертоград это такое одно из названий виноградника То есть пороть их надо Ну и в общем этого Емельянова-Боголепова Прямо там же в карцере и высекли Известие это тут же просочилось наружу И вот в воспоминаниях Михаила Фроленко, например Это один из тех народовольцев Который как Вера Николаевна Фигнера Или как Морозов Который, кстати, в своих воспоминаниях тоже касается этого эпизода Достаточно подробно Он вместе с ними Почти 20 лет отсидел в Шлиссельбургской тюрьме Потом вышел, ну и умер уже при Советском Союзе Он говорит, что здесь приехало несколько групп И они вместе с Григорием Папко Планировали покушение на Трепова Но Засулич их опередило Забегая вперед, потом этот Григорий Папко Заколол кинжалом в Киеве жандарма Гейкинга В общем-то, ну Не очень Злобного и кровавого Жандармского начальника Что отмечали даже сами революционеры Засулич узнает об этом И она вместе с еще одной барышней по фамилии Каленкина Они приезжают в Петербург Покупают два одинаковых револьера Под названием Бульдог Как они выглядят Эти револьеры Маленькие такие, я вам сейчас покажу Значит, Каленкина должна была застрелить Желиховского Желиховский был как раз обвинителем На процессе 193 и очень там, по их мнению, злобствовал И она пришла домой К этому же Желиховскому Обратите внимание, что вы можете спокойно прийти Мы сюда идем К поставленному лицу Что-то там уже Лакей понял неладное Сказал трясущимся голосом, что его нет Она поняла, что он ему врет Затем выглянули из дверей Жена с перекушенным от испуга лицом и дети Ну и, в общем, Каленкина не смогла это сделать А Засулевич она спокойно пришла на Ну как спокойно? Не спокойно, конечно, да Гороховая 2, Адмиралтейский проспект Там дом горноначальника Назвавшись Козловой С прошением Опять-таки, обратите внимание, что ты можешь спокойно прийти Ну, выражаясь современным языком К мэру, да, к мэру города И когда Трепов к ней вышел Она выстрелила в него Попала в бок Дальше свидетельские показания расходятся Одни говорят, что она сразу откинула револьвер Другие говорят, что она хотела сделать еще один выстрел Но ей не позволили Вот здесь, смотрите Сохранились еще старые дореволюционные ворота С такой, видите, вентиляции Ну, сейчас она, конечно, заделана Но, тем не менее Вот эти вот массивные петли То есть вот я всегда показываю, как петли остаются А вот здесь вот они сохраняются в первозданном виде Что там более подробно я расскажу Что там происходило Когда мы, я надеюсь, прогуляемся в том краю Мы, кстати, недавно там ходили с чудесным историком Анной Лавреновой Которая рассказывала про директора департамента полиции Трусевича Засулич схватили Ну, и, естественно, привезли куда? Сюда, в дом предварительного заключения И перед властями встает вопрос, каким судом ее судить Если бы ее судили в Сенате Ну, там даже не нужно быть семей-пядей во лбу Чтобы выяснить Вуаля, мы опять оказались здесь Чтобы выяснить, что ее бы ждало Но ее решили судить судом присяжных Потому что, ну, всем было понятно, очевидно Вот преступление Вот орудие убийства Куча свидетелей Ну, и ясно, и понятно, что ее должны приговорить к определенному наказанию И очень было бы неплохо Если бы сами, само общество Своим глазом это бы озвучило Председателем суда должен был быть кони Я хочу сразу сказать, что в задачу председателя суда Входит Исключительно наблюдать за Приехали Двутавра Кто-то очень серьезно делает пол Видите, у них тут именные парковочные места Не дай бог ты встанешь не на свое место В общем, он должен был следить только за правильностью проведения суда И незачем более Предлагают сначала Значит, товарищу прокурора По фамилии Жуковский Известному, значит, юристу тоже Возглавить сторону обвинения А все понимают, что на самом деле Трепов, ну, совершил беззаконие И что Засулич, в общем-то Ну, как потом говорилось Она заступилась за человеческое достоинство И поэтому Очень многие не хотят выступать в качестве обвинителя Зато вот, забегая вперед В адвокатуру там стояла просто очередь Все светила адвокатуры готовы были защищать Засулич Они понимали, ну, во-первых, что Угружаясь с русским языком Это русским языком Угружаясь с русским языком Это хайп Ну, то есть это пиар-реклама и так далее Я вам хочу показать Где мы приносим жертвоприношение С нашими туристическими группами И здесь есть следы Вот эти вот Что? Сложно, да, пройти Вот эти вот, видите, перья Это то, что от них остается Один из самых миленьких двориков Петербурга Максимально не депрессивный, как вы видите Вот эта надпись Ёж существует здесь столько, сколько я себя помню А вот торчит то, что ребятки разгружали на газели Короче, Жуковский отказался Причем он мотивировал это тем Ну что, follow me Что у него есть брат-эмигрант в Европе И ему быть неудобно перед этим братом-эмигрантом То есть, ну, грубо говоря Представьте себе, что у вас Какой-нибудь советский суд В 30-е годы И прокурор отказывается, потому что у него есть брат-белый эмигрант И как-то будет нехорошо перед ним Ну, мы можем, кстати, здесь выйти, а можем там выйти Ну, давай Выйдем здесь Допустим Затем Предлагают тоже ведущему прокурору Андреевскому Тот говорит А я могу в своей речи указывать на незаконность действий Трепова Ему говорят, нет И он отказывается И когда его, ну, официально спрашивают, почему он отказался Он просто подает в отставку И забегая вперед, хочу сказать, что он стал в итоге адвокатом Критиком-публицистом И написал несколько Программных трудов Например Про творчество Федора Михайловича Достоевского Вот, в частности, про братьев Карамазовых Он был одним из первых Как вам сейчас сказали, Достоевсковедов Да, кто Посмотри, какой чудесный закуток счастья Я всегда люблю показывать вот такие окна За решеточкой И в стеночку Я думаю, что даже Людям в доме предварительного заключения Это Показалось быть тяжким Мы выходим обратно на улицу Чайковского И он отказывается Ну, то есть, представляете И в итоге они находят еще одного прокурора Кесселя Абсолютно Ну Кони, конечно, пишет очень деликатно про него Но мы можем сказать Что он был недалеким человеком Но очень амбициозным при этом У него не было, конечно же, ни того красноречия Как у Петра Акимовича Александрова Ставшего адвокатом на этом процессе И Который, конечно, развернулся вовсю Далее По законам того времени У вас была возможность 12 Я забыл, куда мы идем Но явно не сюда Да, сюда мы не пройдем Нет, это вообще ворота Хотя мы идем дальше 12 Злобных зрителей 12 присяжных Каждая сторона Что прокурор Что адвокат Может отвезти 6 человек И заменить их другими Значит Адвокатами Ой, господи, адвокатами Что я несу Другими присяжными Заседателями Ну, кстати, редкий случай Когда мы могли бы туда сейчас зайти Давай мы нагрузим на тебя мешок Знаешь, как в боевиках обычно Там он, не знаю Под официанта такой мимикрирует И заходит куда-нибудь Александров Присутствовал на специальном Естественно, на многих судебных процессах И он заметил, что Вообще фигура Трепова Она не пользуется популярностью Именно, как это не парадоксально звучит У Аристократии У высших чиновников И так далее А Больше Вызывает симпатии У купцов У разночинцев В общем, у всех тех Кто Ну, например, когда случилась Эта казанская демонстрация Коня пишет, что там Он разговаривал с одним из купцов Который говорит Ну что, я иду С семьей, с дитятками Да, ну, вижу, кого-то бьют Оставил их у Милютинских рядов Ну и Ломанулся Вдал кому-то хорошо Говорит, такая Почему вы туда пошли? Говорит, ну что я Вижу Бьют Ну и я, как бы Жал, только одному Да, успел Потому что дитятка С Мамтушкой стояли Нужно было вернуться Ну, то есть, вот такая вот Да, замечательная логика И Александров Отвел Не шесть, а Одиннадцать Участников Вот этого Народного Жюри В то время, как Кесель не воспользовался Своей возможностью Мы сюда идем Вот я каждый раз говорю Что Город приводится в порядок Постоянно Поскольку я это вижу Как человек Часто Ходящий Именно по пороховым дворам Вот эти дворы Например Они были ужасны Конечно же Вот их Видите Например Красят Штукатурят Меняют Видите Кровлю Да Это Очередной вам намек На Деревянное перекрытие Под оцинкованной крышей А теперь Самое главное На этот процесс Съехался Весь Бомонд Петербурга Там были Великие князья Там были Высшие сановники Там Был Федор Михайлович Достоевский Еще Несколько Значит Его коллег По литературному Журналистскому цеху Билеты Билеты Был Вообще Невозможно Достать И Кесель Ну Надо сказать Произнес Какую-то Очень плоскую Блеклую речь А вот Александров Он Он Разыграл Спектакль Это был Театр Одного актера Ну Во-первых Он рассказал Всю судьбу Засулич Да Показал Все Перипетии С этим связанные Во-вторых Он Ну Знаете Вот Посредством модуляции Непосредством Правильного По-английски Называется Опил Как это По-русски В общем Правильное обращение К этим Членам суда В общем Он создал Правильное впечатление И более того Его речь Несколько раз Прерывалась Аплодисментами Криками Браво На что Кони Вынужден был Отвечать Что господа Ну Вы сами Не в театре И имеете Как бы Уважение К суду Когда он закончил Значит Суд удалился На Обсуждение И Ну что Зайдем еще В египетский дом Во двор Да Может быть Раз уж мы здесь Оказались Я Всегда Показываю Давай Перейдем дорогу Ну здесь У него Не так Сейчас камера Повернута Но вообще Если сделать Правильную фотографию Он выглядит Примерно Как хищник С этой своей Там Пиу-пиу-пиу Как у него Там Летало Мне Одна из Зрительниц Которая живет Вот В этом парадном Подъезде Рассказала Страшную историю Заключающуюся В том Что Вот В этом дворе В годы блокады Был склад Трупов Ну я Вот Рассказывал Об этом И на Улице Репина На Горьковской Мы еще Об этом Не говорили Мы не снимали Выпуск В Вдолье Александрского Сада Но тем не менее И здесь Как раз Если Зайти в тот угол И посмотреть На ту сторону Мы увидим Там Башню ПВО Когда Эти 12 человек Вышли И Их председатель С такой Неблазучной По нашим временам Фамилия Лохов Или Лохов Я не знаю Как правильно Его фамилия Произносится Трясущимся Там им Было задан 101 вопрос Но первый вопрос Звучал Как Виновна она Или нет И он сказал Невиновна А это Автоматически Отменяло Ответы на все Остальные 100 вопросов Вот видите Если кто-то на них Посмотрите Как раз Это башня В какой-то момент Какая-то пьяная компания Уронила бутылки И прочее И в общем Там все Нафиг Перекрыли Потому что У нас люди же Не умеют Ну не все Но некоторые Цивилизованно Посещать такие Объекты Им же надо Там естественно Показать Удаль Молодецкую В зале Началась Полная истерика Люди кричали Кони пишет Что он обернулся И у него За спиной Был Помощник Генерал Фельдцехмейстер Ну короче Начальника Артиллерии Барановский Который Старый Вообще Человек Который хлопал И вообще Кричал Браво И когда Кони Увидел взгляд Кони Он немножко Смутился Но потом Продолжал этим Заниматься Засулич Отвели вниз Она вместо того Чтобы сразу Уехать Там даже Чаепитие Затеяла Когда Весть о том Что Ее оправдали Дошла до высших инстанций Тут же Издали приказ Ее остановить И арестовать обратно Но Дело в том Что Вокруг Этого зала Вокруг Этого здания Окружного суда Который Я кстати Вам не показал Как он выглядит Это Мое Упущение Но мы Собственно Тогда Сейчас туда Дойдем И я Это сделаю Но Прежде чем Я это сделаю Давайте мы Вот сюда Зайдем Потому что Я вам покажу Место Где мы Где мы С вами Окажемся И это Будет Эксклюзив Эксклюзив Потому что Вряд ли вы Об этом Знаете А Зайти туда Не только Можно Но и Нужно Каждому Из вас Потому что Это Новый Совершенно Потрясающий Музей От которого Я был Ну Самым настоящим Свинячим Восторге Вокруг 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 Здания Окружного Суда Собралась Огромная Толпа Там Было Несколько Сот Человек Ну Потому что Я Как уже Сказал Не все Могли Попасть А Интерес Был В крайне Большой И Более Того В основном Это Опять-таки Была Молодежь Пассионарная Достаточно агрессивно настроенная Когда они узнали, что Засулич освободили Уже на улице начались ликования И начальствующее лицо понимало, что если оно сейчас Засулич не выпустит Просто могут начать брать штурмом здание Поэтому он сказал, сударня, скорее уезжайте Ее посадили в карету Она поехала по нынешней улице Чернышевского Не доезжая до Фуштадской Ее прямо сопровождала вся эта толпа, эту карету Какое-то время ее даже на руках тесли Со стороны Кирочной улицы обозначился наряд жандармерии Который двигался к этой карете И студент Григорий Сидорадский Для того, чтобы отвлечь этих жандармов Есть две версии Он либо покончил с собой, либо начал стрелять И был ими застрелен И таким образом он отвлек на себя их внимание То есть принеся фактически в жертву Ради спасения Засудич Все, ее спрятали Естественно, ну, как бы сейчас сказали Она была объявлена в всесоюзный розыск Всероссийский тогда Но ей помогли эмигрировать в Европу Процесс этот прозвучал не только, понятное дело, в России Но и на Западе, вот, видите Петербургский центр культурного наследия имени академика Петровского Мы здесь еще окажемся волшебным свойством монтажа Да, здесь надо просто предварительно договариваться о посещении И будет вам счастье Файлы крутятся в башке Выстраиваются в логическую цепочку Да, значит, ну, пресса, которая представляла собой проправительственные лагери Там, допустим, и князь Мещерский О котором я, кстати, ну, рассказывал Но для вас я буду рассказывать Потому что это выпуск выйдет, скорее всего, позже В свете моего рассказа про Альденбургских Поскольку Мещерский учился в училище правоведения Можно вообще вот здесь выйти даже В училище правоведения, основанного Петром Георгиевичем Альденбургским Он говорил, что это, конечно, большой проигрыш правительства Михаил Никифорович Котков в Москве негодовал Со своим голосом Вообще он писал, что во всем виноват Кони Это, мол, он собрал на улице каких-то присяжных Подсунул им оправдательный договор Хотя договор, а приговор, точнее Хотя Кони, как я уже сказал, к этому не имел никакого отношения Ну, пойдем, собственно, на Вот этим путем мы пройдем Вернемся в изначальную точку Брэкзонского балета Кони писал, что Ну, во-первых, там была такая госпожа Гернгренгросс Вообще фамилия у этих дам абсолютно русские Ну, она вообще занималась помощью политзаключенным И состояла в тюремном комитете И когда этот самый Барановский умер Кони приехал на отпевание в церковь И там была такая графиня Ностис И которая возмущалась Как раз вот Гернгросс Гернгросс Я уж не помню, как правильно произносится фамилия Ему рассказывала Что он может здесь делать Человек, который оправдал Девушку, застрелившую несчастного Трепова Хотя он никого не оправдывал Затем он пытался снять квартиру В доме при Владимирской церкви И, ну, как бы мы сейчас сказали Председатель ТСЖ Сказал, вы знаете, что Нет, передайте ему, что мы Не можем Здесь поселить Человека Оправдавшего вот эту вот Ужасную девушку Тем не менее Несмотря на то, что Палин был уволен Ну и, в общем-то, не зря он был уволен Потому что он сам тому способствовал Плюс, ну, вот Жена у него, например Она очень негодовала Что этих вообще господ не порят И, в принципе, там, вы знаете В обществе ходили пару дичайшие слухи Про вот этих нигилисток и нигилистов Поговаривали даже о том Что они Во время суда Пользуясь тем, что они как-то сидят отдельно Предавались свальному греху Я бы хотел посмотреть на это Ну вот, понимаете Насколько вообще Общество было возбуждено И экзальтировано На этот счет А кони не смогли уволить Потому что, опять-таки По реформе той эпохи Было такое понятие Как несменяемый судей То есть его Это было сделано как раз для Избежания коррупции Вот, его не могли снять Ну и, в общем, он продолжил свою деятельность Под прессом И, когда в 1888 году Случилась трагедия в Борках или Барках Это когда Царский поезд, где ехала вся семья Александра Третьего Сошел с рельс Вот этого Как его называли Красной кони, да Его Вызвал Александр Третий Именно ему Доверил Павел Луччи Спасибо Мы всегда у вас бываем Спасибо, спасибо Он меня сбил в смысле Сейчас вспомню Да, именно ему он доверил Потому что он знал Что только этот человек Ему не соврет Потому что первое О чем, естественно, думали Что это теракт Но Кунев съездил Провел собственное расследование Сказал, что не какой-то, конечно же Не теракт Это наше традиционно Российское резгельдяйство И что поезд сошел Вот В следствии Неправильного строительства Федор Михайлович Достоевский Бывший на этом процессе Сказал тоже Ну, такие Пророчествующие слова Что, конечно Неправильно ее оправдывать Хочется ей, конечно, сказать Иди Иди И не греши А ведь Неравен час Сделают из нее героиню Что и произошло И Достоевский Не дожил до того момента Когда 1 марта 1881 года Был убит Царь Александр II Засулич уехала в Европу И очень быстро разочаровалась В том, что она сделала Она начала вообще выступать против Террористической деятельности Она вместе с Плехановым Участвовала в создании Российской социал-демократии И Была знакома Лично с Лениным Затем встала к нему Глубокую оппозицию Она была меньшевичкой Вернулась сюда В Россию После амнистии 17-го года Не приняла Великую Октябрьскую Социалистическую революцию И умерла В 19-м году Оставив свои воспоминания Умерла в доме литераторов Которые располагаются На Петроградской стороне За домом Ленсовета Построенного по проекту Леменсона И у нас там будет Отдельная проходка Потому что у меня есть маршрут Как раз в ту сторону К музею авангарда Матюшинскому Потому что в том доме Где я умерла Засулич Там жил и умер Еще такой Тоже известный режиссионер Как Герман Лопатин Ну и самое главное Конечно же Гений-художник Павел Филонов Который скончался там В годы блокады И если мы посмотрим На фотографию Засулич Уже в старости Ну вот лично мне Она напоминает Знаете Такую Старуху Шипокляк Во-первых Ее судьба Нам говорит О том Что Деяния Которые ты совершаешь В молодости Не факт Что ты будешь Ими восторгаться И гордиться В старости Во-вторых Она сама ужаснулась К тому К чему Это может привести Но самое главное Вот это событие Оно стало Отправной точкой Главным толчком Которое привело К вот к тому Разгулу Противоправных действий Которое случилось В эпоху Александра Второго А потом уже продолжилось Ну в эпоху Александра Третьего Это все пошло на спад Потому что он был Такой жесткий Правитель А вот в эпоху Николая Второго Это развернулось С новой силой Ну и на основе этого Была сформирована Партия Народная воля Которая вот Воплотила идеи Засудич В жизни А само здание Окружного суда Опросуществовало До 17-го года Дело в том Что в 17-м году После февральской революции Революционно настроенные граждане Бросились Крушить и жечь Многие объекты Проклятого царского режима Но у этого была Определенная подоплека Дело в том Что В этом здании Некоторые Опасались того Что располагаются документы Свидетельствующие О работе На охранку На полицию А этим занимались Многие даже в революционной среде И Эти источники информации Пытались Быстренько уничтожить Таким образом Был Сожжен до тла Не только Дом Окружного суда Но и Например Литовский замок О чем я тоже Уже вскоре буду рассказывать Именно в Литовском замке Оказался этот несчастный Боголепов Емельянов На которого Вот эта экзекуция Призвела Удручающее впечатление Он сошел с ума Вуаля Поэтому Можно сделать Можно делать разные выводы Из этой истории Но Мы доверимся лучше Людям Которые Представляют Гораздо Больше Больше авторитет Как в классической литературе Так и В судебном Деле И Я вам в конце Зачитаю несколько цитат Уже из Подготовленных Моих книг Ну а мы Подходим обратно Вот сюда И Я пользуюсь Случаем Хочу показать вам Ну во-первых Как выглядело Это здание В тот момент Когда оно здесь находилось Ну и В общем Конечно же Во что оно превратилось Когда Здесь Поработала Толпа Настроенная на то Чтобы уничтожить Это все Под Ноль Ну и Вот Еще Конечно же Надо показать Как выглядел Главный вход Который Располагался Непосредственно На Литейном Проспекте А теперь Пользуясь Случаем Мы Подойдем К волшебному Заклинанию И Прочитав Его Я скажу Хуба Буба И мы Оказываемся Совершенно В другом Месте Волшебным Искусством Монтажа Произошло Чудо Мы с вами Находимся Вот в таком Месте О котором На самом деле Знают Не очень многие Люди В нашем городе Я сам узнал О нем Совершенно Случайно И Сейчас Я хочу вас Познакомить С тем Что находится Внутри Давайте Начнем Наш Здравствуйте 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 Встречает нас Вот эта Карта Которая Висит у меня Дома На самом деле Мне очень часто Спрашивают Про эту Карту Ну сейчас Я не снимаю Себя дома Ничего Она Интересна Тем Что она Перевернута То есть То есть Если Обычно Карты Они нам Показывают Город Таким Образом То Вот эта Карта Она Перевернута Сюда Ну и Здесь Видно Например Допустим Еще этот Самый Гласис Вокруг Адмиралтейства И Канал Вокруг Адмиралтейства Все это Потом Засыпали Сравняли А вот Это Пространство Застроили Домами Здесь Находится Дворец Великого Князя Михаила Михайловича И это Считается Одной Из Городостроительных Ошибок Здесь Мы можем Видите В пользу Случаем Крупное Это Вообще Центр Калежской Площади Здесь Петр Первый Задумывал Центр Города Здание 12 коллегий Здесь Тоже Располагается Сейчас Родительный Институт Который У нас Попросто Называется Отто Это Тоже Считается Одной Из Городостроительных Ошибок Хотя Его Построил Леонти Огоньмузей И Все Понятно Так А мы С вами Следуем Дальше Здесь У нас Сразу Начинает Встречать Смысл Того Где мы Пребываем Печь Восстановленная А вот Это Не Восстановленные Интерьеры Потому Что Все Что Мы Будем Видеть С вами И Наблюдать Посвящено Идее Восстановления Архитектурного Исторического Наследия Значит Вот Про Это Здание Я Вам Мы Уже Сняли Этот Ролик Но Я Буду Отдельно Рассказывать Это Литовский Замок Который Располагался Прямо Напротив Мариинского Театра И Назван Он Так Потому Что Там Стоял Раньше Литовский Полк Он Считался Нашей Такой Русской Бастилией Его Спалили Как И Окружной Суд В 1917 Году А Потом Снесли На Его месте Сейчас Огромное Такое Строение Советской Эпохи Вообще Вся эта Экспозиция Конкретно Этот Фотографический Ряд Свещён Истории Ну Во-первых Создание Музея Петербурга Старого Петербурга Он Изначально Располагался Вообще В доме Павла Юрьевича Сезора Ну Изначально Это дом Рилова На Васильевском острове Сейчас Дум Известен Как дом Павла Юрьевича Сезора И сейчас Он Находится На Реставрации И Вроде Как По моим Личным Сведениям 1900 Или какой-то У нас В 2024 Году Там Будет У нас Организовано Новое Культурное Пространство Здесь У нас Показаны Примеры Кирпичей Брендированных Потому Что Ой Слушайте А вы же Там можно Открыть С этой стороны Можно Открыть Да Специально Для нас Открыли И Ну Во-первых Здесь Видите Старый Гвоздь Вообще Вот эти Все Экспонаты Они Все Были Переданы В этот Центр Заботливыми Гражданами Да И Вот здесь Мне очень Нравится Вот этот Подкор То есть Кто Что Только Не делал Но Не только Кирпичи Я очень Часто Показываю Но И Допустим Люки Да Их Тоже Брендировали Вот Целый набор Люков Стинглау Например Находится Во дворе В дворце Во дворе дворца В дворе дворца Великого князя Михаила Александровича Значит Вот очень Интересный Вот этот Плакат Он Говорит Это декрет О памятниках Республики Значит Вот Не знаю Кто из вас В курсе Что это За бюст Где он Находится И почему Он вообще Был Установлен Обратите Внимание Что Первый пункт Гласит Что Памятники Возлигнутые В честь Царей Не представляющие Интереса Ни с исторической Ни с художественной Стороны Поднижат Снятие Спочедей И уничтожение Ну Под эту Лавочку Попали Например Два памятника Петру Первому У нас В городе Санкт-Петербурге Да Царь Плотник На набережной И тот Который Стоит Возле Самсоневского Собора Они потом Были восстановлены А это Это часть Ленинского Плана Монументальной Пропаганды Это бюст Скульптора Шервуда Это Радищев Он стоял У нас Перед Зимним Борцом И точно Такой же Бюст Стоял Еще В Москве Я вам Сейчас Подставлю Фотографии Где это Происходило И как И Не случайно Значит Здесь Под этим Декретом Стоят Две фамилии Ну Ульянов Ленин Понятно И народный Комиссар Наркомпрос Народный Комиссариат Просвещения Луначарский Которые Выступили С идеей Полного Перформатирования Вообще С идеей Идеи Художественного Наследия Поскольку Нужно Было Моментально Возодвигать Огромное Количество Новых Памятников И Они Были Сделаны Но Поскольку Большинство Из них Были Прозвенены Из Незолгосрочных Патериалов Какого-то Двух Непростоявшие Годы То Они Достаточно Быстро Приказали Долго Жить Вот На этой Фотографии Мы можем Увидеть На самом Деле Вот Такого Человека Рядом Вот Этот Андрей Владимирович Это Тот Кто У нас Потом Матильды Феликсовны Кшесинской Женился А Получается Для вас С правой стороны Это Павел Ильич Сезор Ну это Автор Дома Зингера И вообще Огромное количество Зданий Построено По проекту А он Был Как раз Инициатором Создания Музея Истории Города И как я уже Сказал Первая Экспозиция Располагалась В его Личном Доме Здесь У нас Непосредственно Сам Борис Борисович Петровский Это Я думаю Объяснять Не надо Петр Клод Когда Они Были Сделаны Эти Прекрасные Скульптуры По легенде Николай Первый Подошел И сказал Ну Клод Ты жеребцов Лучше Ты коней лучше Чем жеребец Лепишь А это Наш Прекрасный Фальконе Это Вообще Редчайший Случай Продвижения Отечественного Культурного Продукта На запад Потому что Были подарены Как Неполитанскому Королю Так и Кайзеру Германскому И Я когда Возил экскурсию Показываю копии Этих Скульптурных Групп В Клейст Парке Они там Стоят И более того Они недавно Были Отреставрированы Так Здесь у нас Видите Представлена Возможность Всевозможных Интерактивных Вещей То есть Мы можем Видите Увеличивать Эту карту Дальше Если мы Ткнем сюда Сюда Вот Видите Тут меняются На самом деле Исторические Объекты То есть Это Объекты Культурного Наследия А если Сюда Двадцать Ну вот Эта Благовещенская Церковь По проекту Константина Тона Она Снесена Она Стояла Там Где сейчас Находится Парковка Перед Вот это Здание Военно-морского Музея Ну а Это Реформаторская Церковь По проекту Ой А что Они так По проекту Босс Сейчас там ДК-связи Это Угол Мойки И Морской Вот это Миронинская Церковь Про которую Мы рассказывали Буквально Недавно В ходе Экскурсии Нашей По Семенцам Это Тоже Константин Том Построил Она Стояла На углу Ободного Канала Что еще У нас Ну это Веденская Церковь На Большой Пушкарской Она Вот где Дом Трех Бино Располагался Я так понимаю Желтенький Это все Что Наверное Утро Ну да Их с нами Нет А вот Эта церковь Вознесенская По ее Названию Назван Вознесенский Проспект А вот В этом доме Вот как говорят Вот в этой квартире Была конспиративная Квартира На родной воле Здесь были сделаны Бомбы Для убийства Александра Второго Ну а это Спасно Сенной На его месте Сейчас находится Станция метро Сенная площадь Допустим Да Здесь у нас Что Ничего Ну ладно Пойдем дальше Да Здесь кстати Проходят Видите Всевозможные Мероприятия Где-то 20-30 человек Сюда вмещаются И пожалуйста Все оборудовано Большой Светлый экран О Хранители города Вот видите Александр Бенуа Это Один из Вообще Мир искусников Самых главных Ну и тоже Один из Инициаторов Создания Музея Истории Петербурга Автор Потрясающих Воспоминаний Где он Описывает Как Собственно Историю Своей семьи Так и Вообще Все что связано Там и с Дягилевым И всем остальными У меня есть Вообще задумка Снять Экскурсию Вот Их дом Располагается Рядом с Особняком Где жил Великий князь Кирилл Владимирович Это буквально В двух шагах От Никольского Собора Так Пойдем дальше Ну тут Я начинаю Испытывать Экстаз Потому что Вот это Моя столярная душа Приемлет Во всех Проявлениях Да Представьте Что Этих шкафов Было на самом деле Несколько Их видите Здесь два Причем они Даже вот здесь Вот видите Редьба какая Сохранившаяся Ну а вот Это типичный Такой стол Который Был У какого-нибудь Столоначальника В присутствиях Как тогда Говорили За зеленым Сукном Со всем Набором Здесь конечно Не хватает Ряда предметов Но Главное Было Показать Вот этот Стол За ним Сидят Вот этот Стол На нем Сидят Вот Видите Проект Непосредственно Спаса На сеной Ну вообще Она Успенская По-моему Церковь Называлась Тут написано Как Спаса На сеной Ну Спаса На сеной Это народное Название А так Она Церковь Успения Здесь Здесь у нас Показаны Значит Здания Которые Вот Больше не с нами Например Видите Зимой Разобрана Дрова На большом Проспекте Я часто Показываю Как вообще Выглядела Петроградская Страна Она была Вся Полностью Деревянная И Конечно же Сейчас Сложно поверить Что она была Так вот Пожалуйста Вид на Троицкую церковь С Малой Дворянской Улицей Малая Дворянская Улица Это у нас То есть Большая Дворянская Это Куйбышева Малая Дворянская Это по-моему Разночинная Нет Не разночинная Какая же она Чапаева Может быть Напомните Ко мне Напишите в комментариях Вот эта Церковь Это уже Деревянно Восстановленная Церковь Потому что Каменная Сгорела Ее Поставили На том Месте И здесь Виден Кусок Получается Троицкой Площади Дача Стругановых На Черной Речке Дожившая Аж Почти До 70-х Годов Она была А ну Вот В 69-м Году Она была Снесена Конюшенная Площадь Сейчас там Как раз Идет Битва За Здание Конюшенного Ведомства Ну Ну а это Да Это Дом Вавельберга На Невском 7 Это Имеется ввиду Сейчас на этом месте Огромный Такой Ну Массив Денежкина Палац Как в народе Называли Ну можете Прочитать об этом Моем путеводитель Невский Сперц Я подробно Об этом Пишу Архитектор Перетяткович Или Кстати Перетяткович До сих пор Не знаю Как правильно Произносится Его фамилия Слышал И те И другие Варианты Ну и тут Вот это Все повторяется Видите Манеж Конюшенного Ведомства И так далее Так Что у нас Здесь Здесь уже Непосредственно Деятельность Вайпика Представленная В различных Его Аспектах Видите Значки Которые Выдавались Сотрудникам Ну вот Нужно было бы Все фотофиксировать Да Легендарный Фотоаппарат ФЗО Ну а вот это Это вообще Это уже Что-то из Мира космоса Потому что Это кино История Которая Была доступна Совершенно Не всем Тут есть Масса Интересных Экземпляров Вот этот Лев Он У нас Как раз Был На лестнице В доме Сюзора В доме Бенуа Ну вот У меня есть Проходка Там Я гуляю В таком Золотом Цилиндре По этому Особняку И показываю Как То что сейчас Там С ним Происходит Так и Бывшие Квартиры Которые там Сохранились Ну вот Видите Кадры Как раз Приведены Этот лев Стоял Как раз На этой Лестнице А вот А вот Вот так Выглядела Экспозиция В этом Доме Это Первая Экспозиция Посвященная Историю Нашего Города Заботливые Руки Вообще Это Финская Печь Або Их Было Очень много Например В доме Бассейного Общества Которые Располагаются Ну в основном На Улице Некрасовая Что здесь написано Здесь написано Завод Або Финляндия Изразцы Дар Эльги Николаевны Порецкины То есть Это Еще Восемьдесят пятый Год В чем Проблема Проблема В том Что Ну Вообще Это Не Не предмет Как бы Сказать Просто Интерьера Это Раньше Использовалось По значению Печи Отапливали Дома Соответственно Вы Сюда Закидываете Дрова Вуаля Значит Когда В шестятых А самых Семидесятых Годах Началась Полная Тотальная Реконструкция Жилищного Фонда Стали проводить Паровое Отопление Многие Эти печи Стали Ненужными И люди Для того Чтобы Ну Она же Занимает Большое Место Они их Просто Начали Разбирать И сносить И вот Некоторые Заботливые Граждане Они Вместо того Чтобы их Разбивать Вот Собирали И Сохраняли Вот Эльга Николаевна Порецкая Видите Какой Подвиг Совершила Сохранила Для нас Эту печь А вот Здесь Как раз Показан Типичный Коммунальный Коридор Видите Телефон Котик И вот Такая Печь В углу И Сохранившийся Еще Декор Ну Это Очень Приличная Коммуналка Я хочу Сказать Ну А Это Дом Каншина Куда Очень Часто Проходят Экскурсии Это Дверь Оттуда Посмотрите Какие Рисунки Прям В стиле Росписи Во Дворце Строганова При Желании Можно Даже Усмотреть Какие Нибудь Намеки Мотивы Это Из У нас Никольского Морского Собора Элементы Еще Родные То есть Это вообще 18 век Резьба Еще Эпохи Ну А Это Уже Ковка Всевозможная Собственный Сад Значит Дворца Зимнего Раньше Та территория Где Ну Это Между Зимним Получается Эдмиралтейством Там Сейчас Фонтаны Она Была Огороженная Собственный Сад Там Собственно И ходили Гуляли Царственные Особы Затем Она Была Разобрана Вот так вот Она Выглядела И сейчас Она Идет Вдоль Парка Имени 9 января Поскольку Оттуда Стартовала Главная Колонна Рабочих Непосредственно 9 января 1905 года Ну А здесь Это уже С Всевозможных Домов Особняков И так далее Откуда Это значит Скутузов 28 А это У нас Это 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 Просто Написано Элемент Лестничного Ограждения Пожалуйста Петерговское Наследие Да Ну все Понятно Отколупленное И так далее Ну а вот Это конечно Самое Интересное Это Многострадальный Мефистофель На Лахтинской Сейчас идет Вообще Ну Есть проект Его Остановление Чем Чем Уникальна Конкретно Эта экспозиция Именно Здесь Мы можем Видеть Рожки То есть То что Невозможно Заметить Ни на Какой Фотографии Ни на Каких Рисунках Ну Вот Если мы Посмотрим На фотографию Эти рожки Не очень Видны Ну по крайней Я сколько Не рассматривал Я их Не замечал А вот здесь Они Очень хорошо Видны Ну и Тогда Создается Совершенно Четкое Ощущение Что это Мефистофель Ну по легенде Это Соответственно Вот видите Шаляпин В одной Из своих Главных Ролей Соответственно И все Эти осколки Были Собраны И размещены Здесь Но Повторяю Сейчас Идет Проект Сейчас Есть Проект О Восстановление Вот Эта Печь Уже Не Такая Может Быть Фактурная Но Тем не менее Прекрасная Такие Печи Раньше Располагались В каждом Доме Я Рассказал Что Александр Блок Лично Любил Топить Печь Были У него Такие Приколы Здесь У нас Показаны Всевозможные Археологические Исследования Лаопиковские Вот Например В Летнем Саду Посмотрите Еще 1974 Год Все Возможно Ну Это Все Что Посвящ Это Вся Экспозиция Посвященная Майпик Вот Интересная История Связанная С Золочением Да То есть Нужно Очень Очень Тоненькими Листами Сусального Золота Покрывать Детальки Наносить Их Специальными Инструментами А потом Вот Этой Вот Кисточкой Их Туда Втирать Ну То есть Не пальцем Потому Что Это Обыч Ну Я не знаю Как это Вообще История Это Беличьи Волоски Должны Быть А Ну Тут Уже Пошли Какие-то Капустники И так Далее Это Витраж Зал Англиканской Церкви На Английской Набережной Святой Иаков Да И кстати Что я еще Не показал Но здесь Вот у нас То что Уже люди Приносят Добрые Всевозможные Элементы Из парадных Из подъездов Вот раньше Такие Таблички Висели На Дверях Всех Уважаемых Граждан У нас Есть Несколько Фактически Уже Бригад С одной Из них Я все Никак Не могу Делать Экскурсию Экскурсию Интервью Которые Занимаются Тем Что Отмывают Плитку Отмывают Петражи Восстанавливают Парадные Подъезды Видите Но Это Очень Узнаваемый Элемент Дом Бака На самом деле У меня было Видео Оттуда Вот здесь Можно Смотрите Как сделать Такое Тоже Специальное Хранение Это Тоже Вся Экспозиция Посвященная Действительности Вопика Всевозможные Вечера Слайт Фильмов Офигеть О Ленинграде Говорят Стихи Знакомый Незнакомый Ленинград Предметы Убранства Городского Интерьера Видите Выставка Благодарительные Концерты Хоровой Музыки Ну и так Далее В общем Друзья Мои Как Сюда Попасть Да Вот кстати По поводу Николевской Площади Это вот она Я показывал На карте Это здание 12 коллегий Ну это то Как вот Петр Хотел видеть Васильевский Остров А это Самая Благовещенская Церковь Первый Постоянный Мост Николаевский Люди Спешат Суетятся Мертвых Изут на Погост Еду Кое С кем Повидаться Через Николаевский Мост Такое Жизнеутверждающее Стихотворение Некрасова Но Николаевский Мост Там Присутствует Осталось Выяснить Малое Как сюда Попасть Как сюда Попасть Скажите Нам В смысле Приходите Записывайтесь Сейчас Закрытый Город Хорошо Где Когда Вы родились Допрос Да Друзья Мои О том Как сюда Попасть И вообще Все Что связано С открытым Городом Я вам Скажу Отдельно Чтобы Лично Посетить Данную Экспозицию Вам Нужно Зарегистрироваться На сайте Проект Открытый Город Найти Экскурсию В центр Петровского И прийти Вход Свободный Но по Предварительной Записи На сайте Ссылку На который Вы найдете Внизу В описании Под этим Выпуском В конце Как я и обещал Список Литературы Ну Тут у меня На сожалению Книжечки Немножко Мокрые Потому что Здесь Ездят Замечательные Люди На гидроциклах И у них Цель Максимально Доставить Удовольствие Теблить И сразу же Уехать Естественно Потому что Это же Самая главная Поведенческая Модель Подобного Рода Публики Ну Дай бог Ему Нигде Не встретить Такого Уже На дорогах Вот Эта Книжка Из серии Жизнь Замечательных Людей Про Желябова Шестого Этажа Шли Канализационные Трупы По обе стороны Труп В каждой Из этих Соседних Камер Располагались Стульчики Унитазов Соединенные С трубой Коленом Открыв Крышку Стульчака И промыв В одну Раковину Каждые 12 Единочных Камер Составляли Свой Перестукивание Войлок На стенах В Трубецком Бастионе Нет Здесь Пожалуйста Канализация И весь Этаж Не весь этаж Точнее А весь стояк Становился Одним клубом Ну и дальше Андрею Желябову Рассказали Такой стишок Стук по стенам Стук по трубам Немой разговор Заседание по клубам Воздух и топор Жизнь без дела И движение В камере мороз И желудка Несварение И понос Понос Здесь кстати Стук все-таки Присутствует Да То есть Когда не помогало Вербальное общение Входило в силу Общения С пусечками Правда? Ну тогда Заинтриговали Что-то Есенин А Грибоедов Да Это сын Есенина И Грибоедова Они поженились И родили его Да 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 Что там здесь? Прониклась Да Не Это убили там Не-не Все нормально Ничего не убили Ничего не убили А надо кого-то убить? Не знаю Жизнь прекрасная и удивительная Что-то у вас случилось? У нас ничего не случилось Мы стояли И то у вас что-то случилось Судя по так сказать До кого-то идем По вашей ауре Что-то у вас случилось Пообщались с представителями местной замечательной интеллигенции Общество Общество Давайте продолжим Продолжим Да Продолжаем Специально для вас Вот эта книжка Из серии В Петербурге Ленинграде Анатолия Федорович Коев Представьте подчеркивание Это я Я 90-х годов Ну сейчас конечно Вот так вот все делала Представляете Вы что? Серьезно? Серьезно Все мои книжки Я в туалет не ходила без книжки А? Какала грубо говоря С книжкой И мама с папой стучали Олеся выходи Это очень важная информация Мы обязательно должны ее знать Это невозможно без этого Мне кажется Ваш рыцарь сейчас вас покинет Да он такой же Куда он меня покинет? Ну как Господи Так же как эта книжка Да? Ну ладно Мы можем да продолжить? Продолжаем Спасибо большое Я думала я наоборот вас заинтриговала Я поняла что я вам неинтересна Вы совершенно другой контект Контект Я совершенно другой контект Нет Она мне абсолютно неинтересна Потому что это в общем-то то Во что бы я бы превратился Если бы в годы ее молодости Но хотя я даже постарше ее Продолжал бы вести вот такой образ жизни Я бы сейчас ходил бы как эта С пробитым черепом Но стрейт-эдж Все это поставило на свои места Так вот В этой замечательной книге Цитата Льва Николаевича Толстого Александре Андреевне Толстой Двоюродной тетке Он пишет 6 апреля 1878 года Мне издалека стоящему Вне борьбы ясно Что ослабление друг на друга Крайних партий Дошло до зверства Для Мейделя Мейдель это комендант Петропавловской крепости И других все эти Боголюбовы и засулищ Такая дрянь Что уж и не видят в них людей И не может жалеть их Для засулить же Трепов и другие Злые животные Которых можно и должно Убивать как собак И это уже не возмущение А это борьба Все те которые оправдали убийство И сочувствовали оправданию Очень хорошо знают Что для их собственной безопасности Нельзя и не надо Оправдывать убийство Но для них вопрос был Не в том кто прав А кто победит Все это мне кажется Предвещает много несчастья И много греха Ну что тут сказать Естественно Лев Николаевич был прав Как и Федор Михайлович В этой книге Посвященной Перовской Есть цитата Одного из корреспондентов Журнала Тайм Я присутствую здесь Вот уже два дня И слышал пока только что Один прочел Лассали Другой вез с собой В вагоне капитал Маркса Третий просто передал Какую-то книгу товарищу Что же во всем этом Политического угрожающего Государственной безопасности Ну и наконец Еще одна книга Просто помянем добрым словом Замечательного Арсения Дубина Нашего архивиста Ну это в его соавторстве С Ларисой Бройтман Написана книга У него много таких книг По улицам Я был у него в гостях На Владимирской Когда он еще был жив К сожалению Его с нами нет Но здесь он конкретно Рассказывает про адрес Где вот состоялось Либо убийство Либо самоубийство Сидорецкого О котором я говорил Ну и еще есть одна книжка В новом формате С той обложкой точнее Видите Это уже пошел четвертый Тираж Друзья Четвертый И чем она уникальна Тем что Здесь на самом деле Не только история Проспекта Но и история В принципе Нашей Российской империи Потому что видите Сотый дом По Невскому проспекту И кого мы здесь мы видим Анатолия Федоровича Кони Потому что он здесь жил Довольно долгое время И например Я привожу здесь Цитату уже его отца Эпиграмму Не жди Чтобы цвела страна Где плохо слушают рассудка Все зависит Ото сна И от сварения желудка Но это прямо Гончаров В чистом виде Эти книжки Я цитировать не буду Спасибо вот этим людям Катающимся на гидроциклах Остросоциальный роман Корень Девяностое Начало нулевых События происходит И книга про пиару Во время русско-японской войны Историческая публицистика Все это есть у меня На сайте Можете купить Экскурсии у нас Пока еще идут С четверга по воскресенье Четверг Пятница вечер Суббота воскресенье День Приходите Вся информация Которая вам нужна И необходима Есть вот там В описании По ссылке Там же вы найдете Ссылку На замечательный Центр Петровского И на открытый город Поэтому пожалуйста Записывайтесь Ходите на прекрасные мероприятия И оставляйте ваши отзывы И так далее Ну и пишите комментарии Под этим выпуском С вами был гид Павел Перец Увидимся с вами Онлайн и офлайн Пока Субтитры сделал DimaTorzok